алиса приоткрой жалюзи на 90 процентов джой включить диодную ленту джой включить телевизор джой открою мой дом итак на днях выяснилось что салют поддерживает понятно никакую поддержку послушаем вместе что-нибудь интересное нет джой что и так предложим приложение банка который нельзя называть стало поддерживать тую и light я вчера выпускал видео значит о том что как подключается это все и какие там есть у меня приборы сегодня я навел порядок переназвал некоторые сценарии сделал вот сейчас это все выглядит вот так допустим ванная комната это лампочка и light она монохромная поэтому здесь цвета нет здесь мы ее можем переименовать можем в другой дом перенести можем комнату изменить можем удалить можем в группу поставить можем посмотреть серийный номер серийный номер не хоть не можем посмотреть зачем тогда это делать так также есть ноунейм и какая-то без имени розетка умная розетка на две розетки то есть она у меня распределяется на воду ее можно включить выключить можно также название дом комнату и в группу включить ну кстати не знаю в группу наверное ее не надо мне включать потому что она мне будет мешать потому что если в группу включаем то не видно я вам сейчас могу нет позже покажу вот допустим есть справа и слева да это лампочки q10 на зигби они подключены ну естественно через туя хаб зигби и вот сейчас мы с ними сделаем как и на яндексе сделаем группу для этого необходимо зайти нет группы добавить группу и назовем ее как в яндексе зеркало зеркало нажимаем окей теперь появилась группа зеркало но в этой группе только лампа слева она исчезает теперь мы заходим в лампу справа лампу справа настройки и уже появилась группа мы включаем ее в зеркало все она сейчас отсюда отсюда исчезнет и давайте я вам покажу как выглядит теперь видите как теперь выглядит группа зеркало она немножко по-другому то есть не так как лампочки обозначается и здесь мы уже можем сразу всей группой руководить то есть можем поставить режим цветной либо поставить режим белый ну нам там нужно в общем то белый поэтому мы ничего не будем единственно можно добавить яркость и можно убрать оттенок самый холодный то есть это самый яркий свет также мы можем отдельно здесь включать слева справа и так далее слева горит справа не горит ну давайте включим нет включена интересно яркость 50 процентов яркость 90 оттенок голубое небо выключена выключена и через некоторое через некоторое время включена вот таким образом так теперь по розеточкам у нас в ванной стоит говорю две розетки одна на водонагреватель проточный который мы кстати уже сняли и поэтому он особо не нужен нам нужно было осмотреть энергопотребление поэтому я подключал его к умной розетке так если зайти в розетку то мы ее можем включить и выключить но это мы выключаем полностью розетку если зайдем марусю то у нас маруси стоит в ванной комнате маленькая с часами и мы ее можем отключать у нас там хитроумный сценарий мы говорим маруся выключи маруся маруся говорит не забудь включить или я сама включу через две минуты и она через две минуты сама включать это все сделано с помощью умной розетки с помощью сценария на марусь она сама себя якобы ну не якобы а выключает и потом сама себя включает так теперь здесь у нас в детской находится ну это лампа и лайт цветная вот так она выглядит вот такие у нее есть режимов режимов здесь нет вот так вот режимы есть в лентах покажу потом так ну и также стоит удлинитель дигма который состоит из четырех из четырех розеток и одного и четырех usb usb отмечается все вместе и каждая розетка по отдельности то есть вот делится на гирлянду на ми бокс на колонки от компьютера и здесь у нас написано лазер но по большому счету это не лазер это компьютер так давайте посмотрим как это переименовывается заодно и пишем компьютер пишем компьютер и у нас компьютер включается по голосовой команде и там есть сценарий что когда включена одна розетка компьютер то включается через там 30 секунд включается вторая розетка колонки то есть вот так вот мы видим это полностью весь компьютер весь дигма этот удлинитель то есть мы его можем полностью включить полностью выключить также вот эти usb но они естественно все четыре usb под одной розеткой кстати очень хороший мне понравился и качество изготовления дигма удлинителя и цена мы его купили по моему за 1900 ну в настоящее время вроде как цена не такая плохая единственно может быть поискать от дочерней фирмы xiaomi он по моему стоит тысяча тысяча семьсот кстати если вас интересуют у нас на канале канал называется умный дом своими руками в телеге можете найти в поиске либо в описании увидите ссылочку там часто мы публикуем ссылки на хорошие товары проверенные товары и по хорошей цене также у нас есть чатик там же по ссылочке можете перейти в описании ну для общения можно задать вопрос любой по умному дому или вообще какой хотите мы наш комьюнити может вам помочь есть розетка от сбера но она подключена к туи она выглядит вот так то есть просто включил выключил и лампа а лампа это так а ну да это лампой light я ее показал давайте посмотрим как выглядят выключатели в коридоре у нас стоит выключатель двухклавишный он туевский его можно включить либо весь либо по отдельности свет в подъезде либо свет в прихожей то есть вот таким образом к сожалению нет знаете чего изменение иконки я вообще ее не нашел да это это немножко плохо то есть иконку я бы лучше заменил реле мне не нужно я бы заменил алиса включи ленту я бы лучше все таки заменил на реле на выключатель ну пока так и в кухне у нас тоже три лампы е14 группу мы составили она включается так то есть там rgb лампы поэтому они включаются либо белым либо цветным они кстати сейчас горят и ночь это лампа от сбера е14 но она подключена кто и да кстати я только сейчас заметил ну что что сбербокс топ можно определить в комнату раньше этого не было это тоже стало удобнее раньше просто он висел без комнаты и все давайте посмотрим так кстати вот сейчас мы попробуем выключить вот эту ленту светодиодную ленту а почему он а вот она что то есть он ленту назвал не он а я назвал а нет они обе включены ну и кстати сберовская подключена к сберу она сейчас горит режим белый давайте режим цветной ставим и она ну вам к сожалению не видно она ниже находится вот она а вторая лента горит тут и сейчас мы ее попробуем вот изменился статус то есть видите да статус был не подтянут это это немножко плохо то есть статус должен был подтянуться сразу же как только мы ее включили так отсюда мы понятно режим белый нам не нужен режим белый нам нужен режим цветной цветной режим яркость яркость 100 фиолетовой насыщенность так к сожалению нет и вот надо попробовать значит я нажимаю на пульте кнопку и прошу светодиодную ленту выключить выключи светодиодную ленту да выключается джой включи светодиодную ленту да включается то есть вы видели какой отзыв да то есть в общем то это китайские сервера да про которые все очень сильно плачут но тем не менее к мехом подключена и вот так вот работает на сбере поэтому тот кто хает китайские сервера ну не знаю разбирайтесь в первую очередь со своими не знаю провайдерами не знаю еще с кем то есть у нас все работает четко и я еще хотел ну вот кстати хотел показать вот эта лампа не в сети объясняю почему потому что стоит в спальне умный выключатель на туи и зигби лампа ну это так себе решение но тем не менее вот нам пришлось так сделать и поэтому приходится эту зигби лампу включать через умный этот выключатель ну у нас есть написанный сценарий она там по умолчанию включается не очень ну видите да мягким оттенком там там что еще ну в общем то сто процентов и режим белый да она кстати rgb но сценарий через одну минуту включает там любой свет какой вы хотите то есть яркий холодный небесный там какой хотите и потом кстати этот же сценарий по-моему ее и выключает ну вот так это выглядит лампа это лампа е14 12 ну это розетка у нас на ту и обычно это реле которое такое вот оно вот здесь вот оно так ну это сам салют подключен через это реле теперь вот он выключатель про которую про которую про которого я говорю то есть выключатель как обычно показывается как реле к сожалению так и давайте еще посмотрим что мы здесь можем изменить в каждой комнате то есть в каждой комнате есть вот такой изменить и здесь мы смотрим можем изменить название на любое другое можем удалить устройство можем удалить группу можем добавить добавить что мы можем пожалуйста все что у нас есть вот таким образом я шагаю назад поэтому ну вот в общем а мы пришли все таки к светодиодной ленте давайте посмотрим здесь есть режимы и напомню эта лента подключена к сберу проверим режимы какие есть то есть свеча северное сияние романтика рассвет закат новогодний фито свет фито свет это свет который ну банк реклам ну не рекламировал а позиционировал как ну уникальный что ли давайте посмотрим есть ли он на нашей китайской ленте подключенной к мехам нету вот так вот ну к сожалению лампа ой не лампа а LED лента от сиоми не подключается не подключается к сберу хотя она вайфай ну почему то как то так то есть вы видите да то есть у сбера немножко насыщенный выбор в режимах здесь режимов мы вообще не видим но можно выйти элементарно из этого то есть в приложении элайт есть поток режим поток я обычно его ставлю этот поток включается и медленно меня можно медленно можно быстро можно увеличивать скорость можно насыщенность менять и за телевизором начинает у меня медленно свет меняться и вроде как это немножко лучше приятнее смотреть телевизор тем более ночью в темноте поэтому для того чтобы этот режим включить необходимо просто зайти в элайт включить поток и выключить этот режим этот режим запоминается последним и когда вы дадите команду банку помощнику банка включить светодиодную ленту он включит вам тот режим который был последним все и он его не изменяет так ну наверно все да то есть выключатель и так далее то есть вот такие у нас приборы вот так это все выглядит мое мнение это выглядит очень хорошо и очень здорово то есть ну еще можно посмотреть да допустим ушел на работу и утром что мы здесь можем добавить устройство можем создать группу можем создать комнату но добавить устройство на телевизоре мы не сможем то есть что мы здесь можем так датчик движения давайте попробуем ну лампу сбер допустим ну или розетку кстати мне очень нравится розетки сбер они самые маленькие кто-то говорит о том что она сделана плохо она не держит напряжение там ребят я не знаю что ну если вы подключаете какие-то водонагреватели или еще что то ну естественно никто не будет такую розетку на водонагреватель ставить ценно она тем что ее можно в любой удлинитель вставлять рядом и она занимает место ровно столько же сколько и занимает любая вилка вот так ну давайте попробуем нажать и что мы увидим да мигает все подсоединяться будет либо быстрое подключение мы выбираем оп а чё почему мы а у нас подключен топ на 2 очной на 5 гигагерц поэтому он предлагает найти другую сеть ну давайте попробуем найти другую сеть и он видит все сети которые есть в квартире то есть у нас стоит два провайдера и он видит всех которые здесь есть так ладно с этим все понятно я считаю вот такой вот был экскурс в наш умный дом от банка выглядит все наивысшим образом я считаю покупка любого девайса хоть тайма хоть у нас топ хоть даже простого сбербокса на любом телевизоре выводит вот такой интерфейс ну по-моему это очень круто ну и голосовое управление не знаю там отдельно надо показывать то есть все это работает все это четко делает джой домой все если у вас остались вопросы задавайте их либо в комментариях либо вступайте в наши телеграм-канал телеграм-чат задавайте там поможем на этом все видео